Добрый вечер, это программа Город С, и я Елена Чернявская. Международный день инвалидов в 2016 году отмечается 3 декабря. В мероприятии участвуют люди с физическими, сенсорными, интеллектуальными или психическими нарушениями. К празднованию присоединяются те, кому небезразлично полноценное участие людей с ограниченными возможностями в развитии общества и государства в целом. Сегодня в этой студии мы постараемся обратить ваше внимание, уважаемые телезрители, на проблемы лиц, утративших трудоспособность. Поговорим о защите их прав, свободы и достоинства, о возможности их участия в общественной жизни. Я представляю гостей в студии Евгений Андреевич Печорских, председатель правления общественной организации инвалидов-колясочников Ассоциации Десницы. Здравствуйте. Добрый вечер. И Анна Хесина, юрист Ассоциации Десницы, координатор по вопросам инклюзивного образования Самарской гуманитарной академии. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ну что же, очень рада приветствовать вас в этой студии. Давайте поговорим. Первый вопрос, Евгений Андреевич, к вам. В Самаре ваша организация, конечно, известна. Десница работает более 15 лет. Но вот если вспомнить все-таки, как все начиналось? Начиналось, ну не просто начиналось. Вот получив травму, став инвалидом, мне посчастливилось пройти курс по активной реабилитации по шведской методике рекрутинг-группы. И вот на этих курсах я познакомился с замечательными людьми, которые стали проводниками вот той идеи, философии независимой жизни, которая вот нами сейчас культивируется на протяжении всей нашей деятельности. И на этих курсах я познакомился с ребятами, которые стали костяком, вот так, наверное, можем назвать, нашей организации, потому что мы поняли, что без личного своего участия в решении проблем инвалидов трудно будет что-либо изменить. И мы приняли решение создать такую общественную организацию. И путем телефонных переговоров провели телефонную конференцию, на которой было принято решение создать организацию. Назвали ее Десница. Десница – это правая рука, рука дающая, иногда карающая. И все с этим согласились. И вот 19 ноября 1997 года такая конференция случилась. А 23 февраля 1998 года организация получила юридическое заключение, что она есть, что она работает. И вот так вот в такой знаменательный для нас день, День Советской Армии, вот такая организация появилась. Я уверена, что численность вашей организации за эти годы не только не уменьшилась, но и возросла. Вот для справки, сколько сейчас в организации членов? Ну, сейчас в организации 257 человек. Это все люди, передвигающиеся на колясках. Вот, к сожалению, мы так в то время приняли устав, что членами организации могут быть только люди, которые передвигаются на инвалидном кресле-коляске. Ну, вы так и называетесь, инвалиды-колясочники. Хорошо, спасибо. Погрузились в историю. Анна, следующий вопрос к вам. Вот 3 декабря, Международный день человека с инвалидностью, и в 8 регионах России прошла акция, масштабная акция «Стоп-дискриминация». В Самаре она прошла также. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну и, конечно, какие еще мероприятия были запланированы в рамках вот этой пиар-компании? Да, конечно. Мы реализуем один из проектов, который направлен на снижение дискриминации в отношении людей с инвалидностью в России, и в рамках данного проекта была реализована пиар-компания. Пиар-компания включает в себя совокупность мероприятий. Это мероприятие, посвященное правовому просвещению. Мероприятие направлено на привлечение внимания общественности к тем проблемам, к тем трудностям, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. 3 декабря у нас прошел запуск данной кампании, в рамках которого состоялся День открытых дверей на базе нашей организации. В нем приняли участие родители детей с инвалидностью, сами ребята с инвалидностью, которые смогли обратиться к своими правовыми вопросами, получить правовую консультацию, ну и просто обменяться, наверное, опытом решения тех проблем, с которыми сталкиваются каждый день. Также наши ребята, это студенты юридического факультета гуманитарной академии, провели опросы в пяти крупных торговых центрах нашего города на предмет выявления мнения населения по вопросам доступности и по вопросам дискриминации в отношении людей с инвалидностью. И примечательно то, что люди очень положительно отзываются и говорят о том, что действительно эта проблема есть, и ее необходимо преодолевать и решать. Также у нас планируется проведение круглого стола, посвященного вопросам дискриминации для студентов юридических вузов. И как базовое мероприятие будет брейн-ринг, правовая и деловая игра для студентов-юристов, в рамках которых они смогут применить свои знания на практике. Ну и, конечно же, мы на этом не заканчиваем свою деятельность, она у нас постоянная, проводим периодические выездные мероприятия. Вот одно из мероприятий состоялось в ноябре у нас в городе Сызрань, правовой форум, на котором также приняли участие и ребята с инвалидностью, и молодые люди, которые будут работать в последующем с данной категорией людей, это специалисты социальной направленности и юристы. И также прошел круглый стол с представителями органов власти, на котором данный вопрос получил достаточное отражение. И мне кажется, это очень хороший старт, хороший запуск нашей идеи. Я не могу с вами не согласиться, уважаемые телезрители, периодически на ваших экранах появляются телефоны, адреса юридической, правовой помощи людям с ограниченной возможностью. Возьмите их, пожалуйста, себе на заметку. Если есть у вас какие-то вопросы, можете обратиться по этим адресам, и вам там непременно, я уверена, помогут. Евгений Андреевич, какие еще новости в Деснице за прошедший 2016 год, вот если все-таки подводить итог, декабрь месяц, и принято подводить итоги. И по какие мероприятия важные прошли, у нас есть видео, мы обязательно к ним обратимся, ну а вы, пожалуйста, расскажите. Ну вообще, 2016 год был для нас насыщен большими мероприятиями, связанными с продвижением, прежде всего, идей инклюзивного образования у нас в городе Самаре. И мы активно работали в течение года с нашими муниципальными образовательными учреждениями. Средние школы 33-я, 101-я, 103-я, 157-я, 79-я, 54-я, 45-я, ну и ряд других школ. Ну, сейчас активно работаем с седьмой школой в крутых ключах, которая новая. И в рамках этой работы, ну, на мой взгляд, нам удачно, так хорошо легли мероприятия. Это флешмоб в 101-й школе, когда дети выкладывали из цветных коробок слова «Слава Победе». В 33-й школе мы провели посадку деревьев, вот сейчас как раз идет, это вот ребята с инвалидностью, обычные дети высаживали пихты. Это замечательно, красиво, и самое-то главное, что эти деревья сейчас укрыты, и дети знают, кто посадил какое дерево, где растет. И я думаю, что пройдет несколько десятков лет, и они с удовольствием будут вспоминать, что вот посадил дерево, уже полдела сделал. Игорь Андреевич, а знаете, мне это так отрадно слышать, потому что 103-я школа, это на Микзаводе? Нет, 33-я школа. А, 33-я на Микзаводе, я вот мне как раз училась, представляете? Здорово. Там сейчас замечательный директор, вот, и у нас с ним очень хороший контакт, Евгений Владиславович Подкорытников. И я думаю, что у нас получится, тем более, что сейчас мы в этой школе планируем организацию ресурсного центра для ребят с особыми образовательными потребностями. Я думаю, что все у нас получится, все это мы делаем в рамках одного из наших проектов на урок вместе. И я думаю, что все у нас случится. Пожелать удачи только остается. Давайте перейдем к более серьезной теме. Анна, вот скажите, пожалуйста, как юрист хочу задать вам вопрос, изменилась ли в лучшую сторону ситуация в вопросах защиты прав инвалидов с момента ратификации ВРФ конвекции о правах инвалидов? И какие изменения в действующем законодательстве являются, на ваш взгляд, на сегодня ключевыми? Ну, на мой взгляд, конвенция это та отправная точка, после которой мы начали, наверное, понимать проблему людей с инвалидностью и обращать на них внимание. Потому что раньше эта проблема была более личной, нежели государственной. Поэтому, безусловно, мы, как любой другой цивилизованной государства, должны обращать на это внимание. И с момента принятия конвенции у нас произошли очень большие преобразования и в действующей правовой системе, и в, наверное, общественном восприятии данной проблематики. Наиболее значимыми на сегодняшний день, на мой взгляд, является внедрение идеи инклюзивного образования. Потому что, безусловно, без образования в дальнейшем человек не может реализовать себя в профессиональной деятельности. А значит, он не сможет себя и обеспечить в жизнеобеспечении. Кроме этого, очень важные шаги делает наше государство в вопросах доступности. Доступности не конкретных объектов, а в первую очередь доступности услуг. И, наверное, самым ключевым документом на сегодняшний день является Федеральный закон 419, который с июня 2016 года ввел в действие норму 3.1 Федерального закона 181 о социальной защите инвалидов, который говорит нам сегодня о дискриминации в отношении людей с инвалидностью. Ранее, безусловно, нормы о дискриминации содержались и в Конституции Российской Федерации, и в административном, в уголовном законодательстве. Но не было механизма их реализации. Мы не могли их применить, поскольку такой категории или такого критерия дискриминации, как инвалидность, не было. Введение же данной нормы позволяет нам сегодня говорить о практической реализации данных положений в отношении данной категории людей, людей с инвалидностью. Хорошо. Евгений Андреевич, а в чем выражается дискриминация в отношении инвалидов? Например, не пустили в магазин, кинотеатр. Это дискриминация? Ну, по большому счету, это можно рассматривать как факт дискриминации. Самая большая проблема в том, что не пустили в магазин почему. Почему? Человек подъехал к магазину, нет пантуса. Вот здесь говорить о том, что это дискриминация, вот в данной ситуации нет, конечно. Здесь нужно разобраться, а почему этого пантуса нет? Почему организация или собственник этого помещения не создал необходимые условия для того, чтобы все люди, в том числе и люди с инвалидностью, могли посетить вот это вот учреждение? Поэтому вот прям так вот сказать, что нет пантуса, и все, тут прям дискриминация, я считаю, что это не правомерно. Хорошо. Спасибо. Я сейчас предлагаю прерваться ненадолго и посмотреть фрагмент фильма по доступной среде. Внимание на экран. Универсальный дизайн влияет на жизнь всех людей без исключения, и все люди обладают различными способностями и возможностями. Многие действия, о которых человек порой не задумывается, совершая их каждый день, подчас представляют непосильную задачу для любого, кто входит в список маломобильных групп населения. Это люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Согласитесь, вот в такой среде жить некомфортно. У каждой категории инвалидов свои потребности, и важно найти соотношение между потребностями людей с разными возможностями. Универсальный дизайн объединяет все пространства одной важной характеристикой. Он должен быть удобным для всех. Универсальный дизайн – это создание такой окружающей среды, которая может использоваться всеми людьми без необходимости специальной адаптации. Такая среда должна быть, во-первых, безопасной, должно быть четкое разграничение зон. Это может быть и разная поверхность, и специальные бордюры, и даже просто деревья и фонари, обозначающие край тротуара. Во-вторых, удобный. Это специальные лифты и автоматические двери, подъемники, пандусы и съезды, низкопольный транспорт. В-третьих, понятные. Таблички, указатели, вспомогательные приспособления должны четко объяснять, где человек находится, где вход и выход. Указатели должны быть тактильными или сопровождаться аудиоинформацией. В-четвертых, доступ к информации должен быть ориентирован на самые разные способы ее получения. Специальный звуковой сигнал, вибрации, тактильные указатели для ориентации в пространстве, даже шум фонтана. За последние годы Самара стала более доброжелательной к людям с ограниченными возможностями здоровья. Построен замечательный железнодорожный вокзал. Реконструирована набережная Волги. Стали доступными стадион Металлург, оперный театр, художественный музей. Правда, на таких подъемниках не очень комфортно. Учебные заведения также приспосабливаются к особым ученикам. Люди с инвалидностью могут самостоятельно посещать офисы Сбербанка, совершать покупки в магазинах, в некоторых аптеках и в торговых центрах. Появилось много низкопольных автобусов. Еще многое в Самаре надо сделать и переделать. Совершенно не адаптировано метро. К сожалению, не всегда пандусы соответствуют нормативам. Дорожники забывают делать тротуарные съезды или делают их неправильно. Да и набережная не приспособлена для незрячих и глухих людей. Чтобы не было таких огрехов, члены организации Десница выезжают на строящиеся объекты города с инспекцией их доступности. Чтобы разрушить эти барьеры в головах, Десница проводит акции, недели доступности, семинары со студентами Самарского государственного архитектурно-строительного университета на тему преимущества универсального дизайна. Кто, как не студент этого вуза, способен сделать наш город комфортным и безопасным для всех категорий населения. Следующая остановка – город будущего. Безопасный и удобный для всех. Ну, я думаю, что комментарий здесь будет уместен. Ну, в общем-то, да, уместен. И что мне хочется сказать, что говоря о доступности, мы здесь должны четко понимать, что доступность – это не только наличие пантуса, наличие поручней, там, тактильной плитки и так далее. Доступность, она такая четырехглавая. Во-первых, она должна быть доступной, безопасной, она должна быть комфортной, она должна быть информативной. То есть удобной для всех категорий людей с инвалидностью, как колясочников, так и людей с нарушением зрения. Также для людей с нарушением слуха и для людей с интеллектуальными проблемами. Вот как только будут выполняться все вот эти условия, тогда мы можем говорить о доступности не только здания. Конвенция о правах инвалидов, она более широко трактует понятие доступности. Не только физическая доступность, но и доступность услуги. И наше государство, принимая как раз 419 закон, вот это условие, что говоря о доступности, мы прежде всего говорим о доступности услуги. И доступность услуги включает как раз и физическую доступность, доступность того места, где эта услуга оказывается. Я правильно вас понимаю, что, допустим, человек с ограниченными возможностями таки попал в торговый центр, зашел, но не может пройти внутрь, не может воспользоваться те или иными услугами, взять товар с высокой полки. Конечно, то есть в этом торговом центре не должно быть турникетов, которые не позволяют человеку на коляске, допустим, проехать вовнутрь. Полки должны располагаться таким образом, чтобы человек на коляске мог свободно дотянуться до необходимой ему, допустим, продукции и так далее. Для незрячего это также должны быть указатели, а для человека с интеллектуальными проблемами у нас вообще в государстве ничего не делается, потому что пока трудно, кто представляет, а что делать с человеком, у которого есть проблемы психические. А оказывается, все просто. Оказывается, это можно решить, создавая специальную информацию для таких людей, которая бы не вызывала у них агрессии, которая бы их привлекала. То есть учитывая световую гамму, которая не нервирует, по крайней мере, вот эту категорию граждан. И это все надо учитывать в этой связи. В фильме как раз говорилось об универсальном дизайне. То есть такой дизайн, который удобен для всех, не только для инвалидов. Ведь это все будет удобно и обычному гражданину, у которого нет проблем. Ему будет удобно проходить, ему будет удобно переносить свою коляску, если он что-то на ней везет. Ему будет удобно получать информацию, в конце концов, ту, которую он желает. Спасибо. Ну а с юридической точки зрения, дополниться, пожалуйста, Анна, что же такое доступная среда? Ну, говоря о доступности, мы, безусловно, должны обращаться к нормам действующего законодательства. И у нас, безусловно, есть и постановление правительства, и есть специальный свод правил, свод правил 54, который говорит нам о том, как же должна быть обеспечена данная доступность. Но, к сожалению, у нас зачастую сталкиваемся мы с такой проблемой, что в организациях понимают это слово условно. Вот доступность, значит, архитектурная доступность, значит, нет барьеров при входе или выходе в здание. Мы же говорим все-таки о доступности в более широком понимании, и нормативная база говорит нам о более широком понимании и трактовании данного термина. Можно обеспечить доступность силами персонала вспомогательного, можно обеспечить доступность специальными информационными стендами. Информация – это ведь первый ключевой базисный элемент в обеспечении доступности. И наши действующие нормативы, они сегодня разъясняют, как достичь той самой доступности. В первую очередь необходимо обеспечить порядок паспортизации объекта, разработать дорожную карту объекта, в рамках которой можно пропланировать ту работу, которая будет проведена на предприятии в отношении отдельных категорий людей с инвалидностью, в зависимости от тех или иных потребностей. и обеспечить тем самым не только доступность для людей с инвалидностью, а доступность для маломобильных групп населения. Ведь здесь у нас с вами и мама с коляской, и престарелый человек с палочкой, и человек, который получил какую-то травму, и может быть тяжело ему передвигаться с использованием ходулей или костылей. То есть фактически мы таким образом решаем не только проблему людей с инвалидностью, а проблему всего нашего населения, которая актуальна сегодня для каждого из нас, я думаю. Да, конечно. Я хотел добавить, что к маломобильным группам населения у нас, по крайней мере в области, относится более 36%. Это, конечно, подавляющее количество. Конечно. Ну вот вопрос от телезрителей, Евгений Андреевич, к вам. Я инвалид-колясочник. Как быть, если двери в квартире узкие и в доме нет лифта? Ну вот актуальнейший, наверное, вопрос. Ну да, это вопрос очень актуальный. Для этого существует нормативная база у нас, принятая в Российской Федерации. Первое. Это на уровне города у нас действуют городские программы, в рамках которых инвалиду при необходимости выделяется средство, субсидия в объеме 30 тысяч рублей для создания доступной среды в помещении, в котором он проживает. Есть определенная процедура, она носит заявительный характер, и инвалид может обратиться в органы социальной защиты по месту своего жительства, и собрав там небольшой пакет документов, и эта субсидия может быть выделена. Это один из вариантов. Второй вариант. У нас есть постановление правительства 2008 года, в рамках которого вот то помещение, в котором проживает человек с инвалидностью, возможно признать непригодным для проживания человека с инвалидностью. Для этого также есть процедура, это обращение в администрацию муниципального района к замглавы, который отвечает за вопросы по жилью. Создается комиссия. Эта комиссия с членами, с включением членов из департамента по имуществу, осуществляет проверку данного помещения. Выносится заключение, и если оно действительно не соответствует возможности проживания там человека с инвалидностью, то такого человека должны поставить в очередь на первоочередное получение жилья. И третий вариант, буквально свежее постановление правительства, оно буквально этого года, в рамках которого государство дает возможность муниципальным органам признавать, не признавать, обследовать жилье человека с инвалидностью, и включать в план для осуществления, адаптации этого жилья для возможного там комфортного проживания. Процедура в принципе точно такая же, обращение в муниципалитет. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу обратиться к уважаемым телезрителям, что периодически на ваших экранах появляется адреса, куда вы можете обратиться за юридической, правовой помощью. Возьмите их, пожалуйста, себе на заметку, я уверена, что они вам пригодятся. Анна, и также вопрос от телезрителей вам. Мой сын поступил в ВУЗ, мой сын инвалид поступил в ВУЗ на бюджет, но сказали, что не могут его принять. Правомерно ли это? Ну, в том случае, если студент набрал необходимое количество баллов по выпускному экзамену ЕГЭ, если он прошел вступительные испытания в образовательные организации, и образовательная организация относится к числу аккредитованных организаций, то данная организация, безусловно, должна подчиняться нормативным актам, действующим в законодательстве. Согласно нашему закону об образовании, есть уже сегодня понятие инклюзивное образование. Есть такое понятие, как адаптированные образовательные технологии, образовательные маршруты, которые должны разрабатываться в отношении студента с ограниченными возможностями здоровья, либо с инвалидностью. Поэтому в том случае, если образовательная организация, ссылаясь на невозможность обучения, на отсутствие каких-то, ну, может быть, методик обучения и иные причины, отказывает в приеме на обучение, то, безусловно, это неправомерно. И в такой ситуации необходимо отстаивать свои права и, ну, достигать той или иной договоренности с руководством вуза, искать альтернативные способы обучения, потому что закон нам говорит о том, что это, возможно, может быть обучение на дому, это, возможно, совмещение с дистанционной формой обучения, работа в рамках сетевого взаимодействия с другими партнерскими организациями, в том числе это мог быть общественная организация, которая готова на своей площадке обеспечить данную образовательную технологию. Поэтому здесь границы безграничны и необходимо искать те или иные выходы из этой ситуации. Спасибо вам большое. Так я также хочу привести небольшие цифры статистики. Вот в мире проживает примерно 1 миллиард инвалидов, это около 15% населения мира. И все они сталкиваются с физическими, социально-экономическими барьерами. Так вот, Евгений Андреевич, расскажите, пожалуйста, о роли десницы участия в жизни общества. Вот как организация может и защищает права людей с ограниченными возможностями? Ну, вы знаете, общественная организация, она как раз и признана для того, чтобы помогать людям с какими-то проблемами решить эти проблемы. И она находится между потребителем услуг, которые часто не исполняются, и государственными структурами, которые обеспечивают достойно этих услуг. И вот общественная организация находится между вот этими двумя наковаяними, так скажем, и способна наиболее эффективно и быстро передать информацию снизу вверх. Вот тем самым моментально реагируя на те или иные запросы, которые появляются у инвалидов. Вот это схема взаимодействия. Которая работает, работает не один год уже. Конечно. Мы уже на вот этом рынке социальных услуг более 17 лет. И я считаю, что это все работает. И достоинство, наверное, нашей организации как раз состоит в том, что мы не сторонники конфронтации. Мы всегда пытаемся найти общий язык, всегда идем на диалог, на взаимодействие. И я считаю, что это наиболее перспективный путь в решении любых вопросов. Все, что связанное с проблемами людей, может быть, это не так заметно, но все, что связанное, допустим, с обеспечением техническими средствами реабилитации, мы принимаем непосредственное, конкретное участие в том, чтобы вот этот перечень услуг, которые выдается по региональному перечню, это наша заслуга. Мы принимали участие в его формировании, в том, чтобы его приняли у нас в области. Все, что касается вопросов доступной среды, мы, по крайней мере, на острие этой проблемы. И государство уже точно понимает, что для того, чтобы решить этот вопрос, оно обращается уже к конкретному пользователю, то есть к нам. И практически сейчас все объекты, которые сдаются в эксплуатацию, объекты капитального строительства у нас в Самарской области, мы проводим экспертизу этих объектов. Это дорогого стоит, потому что... Да, конечно, заслужить такое доверие, разумеется. Поэтому работы выше крыши и в вопросах их доступности, в вопросах обеспечения как техническими средствами, так и лекарственными, допустим, медикаментами. Ну и много других проблем, которые сталкиваются люди с инвалидностью. Это вот социальное такси. В этом году нам удалось совместно с администрацией городского округа Самара создать колл-центр социального такси. Это социальное такси работает. Работает. Понимаете, и ежедневно поступает до 120 звонков с желанием заказать вот этот такси. Это очень много. Конечно. Для нашего города особенно. Вот, Анна, так с какими проблемами можно обратиться в вашу организацию? И на какую реальную помощь можно рассчитывать в качестве заключительного слова? Пожалуйста. Ну, вы знаете, в нашу организацию можно обратиться, наверное, с любой правовой проблемой. Проблемой, которая связана с нарушением права, ограничением прав. Безусловно, наиболее частыми обращениями являются обращения по вопросам инклюзивного образования, по вопросам трудоустройства. Это те болезненные точки, по которым, ну, скажем, нам приходится чаще всего работать. Правовая помощь, которую мы можем оказать, это, безусловно, консультирование. Это актуально для тех людей, которые самостоятельно готовы участвовать в диалоге с теми или иными государственными органами и учреждениями. Мы оказываем помощь при составлении правовых документов. И здесь, безусловно, мы привлекаем также нашего социального партнера. Это юридическая клиника, где ребята с юридическим образованием оказывают правовые консультации, могут осуществлять правовое сопровождение, в том числе судебное, в зависимости от уровня сложности того или иного вопроса. И обращаются к нам достаточно разные категории у людей. На самом деле, мне кажется, здесь самое важное, это не столько, кто именно может обратиться или с каким вопросом, сколько проблема, с которой столкнулся человек, и действительно наличие или отсутствие реальных механизмов решения данной проблемы. Вот мы пытаемся найти эти механизмы через построение диалога, через отстаивание прав, ну и просто через обучение людей в защите собственной позиции. Спасибо вам большое. Время наше подошло к концу по традиции, предоставляя вам заключительное слово и благодарю вас за участие в передаче. Пожалуйста, Евгений Андреевич. Ну, уважаемые телезрители, что бы я хотел пожелать всем? Ну, прежде всего, конечно же, это стабильности, конечно же, крепкого здоровья, конечно, оптимизма души, добрых друзей, любящих, близких, искренней такой вот радости, сердец, интересных увлечений, ну и, конечно же, покорение новых вершин и ощущение вот такого доброго, светлого счастья. Вот пусть это всех будет. Спасибо большое. Но я, с своей стороны, хочу пожелать вам, конечно же, тоже здоровья, удачи и новых интересных проектов. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова